В Приморье набирает силу мощный циклон. Сильнейшие снегопады уже обрушились на юг региона. Непогода практически парализовала транспортное сообщение. В Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Из-за плохой видимости и гололедицы только за последние часы в городе зарегистрировано более трех десятков ДТП. В ряде учебных заведений региона отменены занятия. За ситуацией на месте следит наш корреспондент Макар Руденчик. Заранее зная о приходе стихии, Владивостокцы сегодня по возможности постарались не пользоваться личным автотранспортом, поэтому на дорогах города больших пробок нет. Однако из-за гололеда местами все же образовались заторы. Мощный снегопад, который начался сегодня ночью, во Владивосток принес циклон. В течение дня и предстоящей ночью на вторник в крае будет идти снег, местами сильный. Наиболее интенсивные осадки ожидаются опять же в южной половине края. При этом на побережье при сильном ветре, порывы которого могут достигать 25-30 метров в секунду, будет отмечаться метель, а на дорогах Приморья снежный накат и гололедица. Самые сильные снегопады ожидаются в южных и юго-восточных районах края. По прогнозам, менее чем за сутки выпадет месячная норма осадков до 7 миллиметров. На дорогах гололед и метель при ветре на побережье 23-28 метров в секунду. Владивосток уже в полной мере ощутил на себе мощь удара стихии. В связи с сильным снегопадом и штормовым ветром временно приостановлено паромное сообщение с островом Попова. Отменено несколько пригородных автобусных рейсов. Из-за непогоды пять автобусов столкнулись сегодня во Владивостоке. К счастью, никто не пострадал. Власти Приморской столицы рекомендовали работодателям сократить рабочий день. В двух районах были отменены занятия в школах. Сокращенный учебный день сегодня и в Дальневосточном федеральном университете. Власти Владивостока предлагают горожанам отказаться сегодня от крещенских купаний в проруби, приготовленной на Амуском заливе. Порывы ветра будут только усиливаться до сегодняшнего вечера. И как раз ночью стихия наберет наибольшую мощь. Макар Уденчик и Ян Савицкий. Первый канал. Владивосток. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...